Приют для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получил грант от администрации Хабаровска. На 500 тысяч рублей сотрудники сделали ремонт и обновили мебель, чтобы и женщины, и дети даже временно жили в комфортных условиях. Сегодня в кризисном центре прошел день открытых дверей. Станислав Михайлов с подробностями. Этот центр помощи матерям разместился в трехкомнатной квартире жилого дома. Две комнаты отведены под спальней, в третьей – игровая. Его организовала некоммерческая организация «Чужих детей не бывает». За четыре года здесь уже приютили 70 женщин. Сейчас в кризисном центре живут две женщины с маленькими детьми. Здесь у нас в комнате располагается кровать для двух мамочек. На нижнем ярусе располагается мамочка, на верхнем – ребеночек постарше. Елена Иванова из Аяномайского района попала сюда сразу после роддома. Отказываться от сына она не хотела, а идти было некуда. Живут в центре уже два месяца. Специалисты помогают с оформлением документов. Сейчас оформляем документы, детская, не детская. Потом уже будем на счет жилья снимать комнату, квартиру или что-то. Денежки подкопим и потихонечку, потихонечку. Потребность в частных приютах для матерей назрела давно. Женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию по финансовым причинам или из-за домашнего насилия, просто некуда идти. Приют для бездомных часто бывает переполнен. Да и соседи там не самые подходящие для маленького ребенка. Я приехала сюда, здесь начальство было в шоке о том, что меня с ребенком сюда направили. Ну, поместили. Эта женщина сбежала с внучкой из дома от побоев собственного сына. Ее били как хорошего взрослого мужика. Огромный взрослый мужчина, по голове кулаком много раз. Бывает, что женщины живут здесь по полгода, а при необходимости специалисты могут оказать психологическую и юридическую помощь. Дверь в отделение кризисного центра, она закрыта постоянно. У нас тут установлен еще звонок сбоку. Это делается с целью безопасности женщин, находящихся тут. Кризисные центры и сами нуждаются в поддержке. Продукты питания, памперсы и пеленки привозят спонсоры. А мэрия ежегодно выделяет на помощь по 2 миллиона рублей. Станислав Михайлов для программы Новости.